Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об очередном ноже, который был предоставлен для обзора магазином ножеман.клаб. Российско-украинский магазин, основная его база, насколько понимаю, в городе Харьков находится. Ну, будет это нож Кайзер, Кайр. Вот так он называется. Надеюсь, что правильно читаю, потому что, честно говоря, неочевидно немножко. Для меня, по крайней мере, как по-английски должно читаться. Что мне очень нравится в коробочках компании Кайзер вот этой серии, это то, что здесь все ТТХ написаны прямо на коробке. Это прямо вот просто отлично. Как видите, это такой стандартный среднеразмерный нож, ну, с относительно небольшим весом в 112 грамм. Давайте посмотрим на него поближе. Накладки рукояти сделаны из G10, при этом лайнеры стальные, они там, вот видите, облегчены с одной стороны и как бы специально отфрезерованные отверстия углублены внутрь накладок. Две бонки таких вот. Не вижу темлячное отверстие. Но темляк явно можно попытаться привязать куда-нибудь за бонку, если уж он вам очень сильно нужен. Впрочем, я лично как бы, вот видите, здесь достаточно большое расстояние до клинка, чтобы сюда можно было привязать паракорд. Ну, как бы, мне кажется, что это самое логичное решение, потому что, возможно, что многие люди, как и я, не очень любят темляки на складных ножах. Так вот выглядит плавник флипера. Чуть-чуть островатая здесь насечка, но, откровенно говоря, за нее вы особенно не цепляетесь, потому что получается, что открытие происходит вот у меня лично вот за это место, поэтому как бы здесь проблем никаких нет. Очень хорошая механика этого ножа. Открывается он легко, прямо из коробки. Клинок с очень широкими спусками от бобуха. Сталь VG10 на ноже использована. На клинке есть только клеймо, а вот на клипсе написано, что этот нож был разработан в Чешской Республике. Вот поймать бы. TK Naves и их фирменное лого. Знаете, в руке я так покажу. Давайте еще баланс попробуем поймать. Здесь баланс прямо под пальцевой выемки находится. Рукоять тоже достаточно широкая. Руку наполняет, ну так, вполне. Для складного ножа вполне. Не что-то исключительное, но все-таки. Такую хочется показать очень большую, такую длинную насечку, которая здесь сделана на клинке. Ну и, конечно, обратите ваше внимание на такую немного необычную форму отверстия, которая на такая только дизайнерская исключительно, по всей видимости. Но все-таки. Есть и из-за этого отверстия вы нож тоже вполне спокойно можете открыть. То есть, с этим тут никаких проблем нет. Но, впрочем, конечно, наверняка большинство людей будет пользоваться плавником флипера, потому что открывать его достаточно легко. Давайте теперь мои какие-то собственные впечатления об этом ноже я озвучу. Ну, честно говоря, впечатление у меня о ноже осталось такое достаточно двоякое. С одной стороны, когда мне предложили взять его на обзор, я как-то, честно говоря, подумал, что, ну, наверное, на мой взгляд, у Кайзера есть и какие-то ножи для меня лично поинтереснее, потому что у этого ножа уж больно необычный Абрис. Вот опять хочется, в последнее время часто всплывает тема, показать другой нож китайского производителя, компании Real Steel. Был у меня уже обзор на канале теми же любителями ножей, мне он был предоставлен специально для обзора и тестов. Вот, как бы, понимаете, здесь вот такой момент. Вот неплохий дизайн у оба, да, в принципе, но вот как бы вот этот дизайн китайский, в нем что-то вот такое китайское, как бы, на мой взгляд, просвечивает все-таки. Хотя нож вполне удобный, но так немного необычно выглядит. А вот этот нож видно, что не китайский, но тоже необычно выглядит. Это его такой, не знаю, плюс даже или минус, но он обращает этим на себя внимание. А я ножи люблю все-таки немного более классических Абрисов, то есть ножей каких-то таких сильно уж необычных форм. Ну, как правило, у меня они не приживаются. У меня их было в некотором количестве, но это лично у меня так, да. Вот. При этом мне, когда ребята его отправляли, они сказали, что ты возьми, попробуй, интересно, он ведь на самом деле очень удобный. И вы знаете, когда я взял его в руки, по большому счету я понял, что они имеют в виду. То есть вот для меня лично единственное неудобство, что на мой вкус, вот как-то в ощущениях, тут может быть чуть-чуть слишком загнутая рукоять. Хотя вот знаете, как бы есть такой момент, что вот то, что у них вот на одной оси находится вот так, вот видите, да. Вот как бы есть тут какое-то специфическое ощущение комфортного хвата и особенно комфортного диагонального хвата. Вот здесь, как бы знаете, получается, что анатомически такая вот форма рукоятки, если рукоятка узкая, именно как у этого ножа относительно, она вот такая очень комфортная для того, чтобы хватать вот так и вот резать с каким-то вот таким давлением. Но однако это вот только ощущение в хвате. Когда им попытаешься начать что-то делать, ты неожиданно понимаешь, что вот грубо говоря прямая ручка имеет определенный выигрыш с точки зрения физики процесса. То есть вот если резать что-то, что легко режется, да, то есть действительно просто режется и все, то вот этот нож имеет идеальную рукоять. Но именно по той причине, что иногда нужно прорезать что-то такое более жесткое, получается, что лучше использовать рукоять, ну, возможно, прямую, да, в данном случае, потому что вам это просто дает использовать больше рычаг, усилие больше, как бы, сделать. Потому что здесь прямая, вы давите вот, как бы, задней частью ладони, прям нажать ей тоже можете дополнительно. А здесь усилий будет несколько меньше, потому что прямого вот такого рычага его здесь нет, как бы, приходится, ну, давить вот именно вот, но вот в этом месте будет основное усилие но вы знаете как бы вот все вот эти разговоры о тяжелых работах и складных ножах они вообще по большому счету ну под собой не имеют какой-то особенной почвы большинство людей которым нужно выполнять более-менее регулярно тяжелую работу пользуются теми ножами которые для этого приспособлено большинстве случаев это вообще не складные ножи и уж тем более там не какие-то дизайнерские так скажем да а вот для того чтобы как бы с удобством выполнить работу такую стандартную бытовую потому что большинство людей это вскрытие упаковок и продукты вот этот нож вполне прям вполне себе неплохо подойдет поэтому если вам такой дизайн кажется симпатичным и вы хотите получить так скажем немножко экзотическую эргономику то что не делает ее неудобной то вот этот нож вполне вероятно что может вас заинтересовать тем более что надо сказать он выполнен из вполне приличной стали с вполне приличным качеством которыми на канале уже обсуждалось ножи кайзер вообще сделаны вполне себе надо сказать а для их цены так и вообще потому что стоят они примерно так как стоят ножи китайской серии компании керша а вот если сравнивать с ними то сделаны на мой личный взгляд заметно лучше вот такие у меня остались впечатления об этом ноже надеюсь что это было вам интересно большое спасибо за просмотр пока